Мы будем делать шоу на раз с Игорем Войтенко. Как чертов король, старик. Как старые добрые. Как король, это моя тема. Это серьезно. Давай, 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 давай. Потерпи, потерпи, потерпи. Старик, подсрак. Давай, давай, давай. Сейчас будет мощнейший влог в Метрофлекс Джим. Я, честно, даже и мечтать не мог, что Метрофлекс Джим будет проработать. Поэтому я одел самую свою старую, ненужную, порвутую футболочку. Да, футболочка федерации в РПФ у меня дома. И сейчас будем делать кач. Какой кач? Мы будем делать шоу на раз с Игорем Войтенко. Черт, король, тебе включили микрофон? Один-один, надеюсь. Микрофон пишется? Ага. Пишется, есть звук. Ротан. Где бы еще увиделись? В Калифорнии. Нет. В Калифорнии, мать ее, Лос-Анджелес. Точно. В общем, брат, я тебя рад видеть. Взаимно. Шоу на раз. У нас такой форматик сейчас есть. Всех уважаемых людей приглашаем. Тестируем их силовые в самом простом варианте. Класс. Жим, подтягивания, один подход к максималочку и бицепс. К технике у нас никаких нет особых требований, поэтому просто сделаем это быстро, хорошо. В комментариях. В комментариях будут требования. Будут требования, да. Но самое главное, что я хотел бы узнать, как ты. Да, дела пушка. Как ты сюда решил сюда переехать? Давно мечтал. И когда-то мечты строятся реальностью. Поэтому сейчас я здесь. Работаем, развиваемся, отдыхаем. Ты на гражданство подал? Нет. Далеко еще. То есть не совпадал сейчас? Целый процесс к гражданству. Но процесс идет. То есть гринкарта это еще раз все оттуда? Да, то есть цель гринкарта. Начинаем с жима, да? Да, братан, пойдем начнем с жима. Не жест, 10 месяцев. Серьезно? Yes. Все закрыто здесь. Было. Что по менталитету скажешь? Менталитет классный. Все на позитиве. Все на позитиве. В основном. Сразу попадаешь, хочется улыбаться. Ты прям учишься улыбаться, учишься здороваться со всеми. Даже на улице, знаешь. В Москве редко бывает, когда ты идешь, и кто-то улыбнется, да? Здесь такое часто. Как бы есть свои плюсы и минусы, конечно. Как и везде. Давай начнем с минусом. По плюшкам позже. Минусы? Минусы. Минус. На старте никого не знаешь. В том плане, что тяжело даже заводить, самый челлендж, это заводить англозыщие знакомства. Когда твой, твой языковой уровень только растет. Это как бы самое главное. В России ты как бы всех знаешь. Легко коллабиться, легко встречаться, легко тусить. Но здесь же и, возможно, для роста. У тебя сейчас есть друзья? Здесь уже да. Ты можешь сказать, что это прям друзья? Потому что все про фейк говорят, какой-то фейк мэйк. Нет. Друзей не 100%. Из-за американских друзей как бы нет. То есть только начинаем ознакомиться. На старте я приехал, изолировался и начал работать. И сейчас спустя полгода уже начал как-нибудь приезжать. Давай, фраза. Давай. Как чертов король, старик. Как старые и добрые. Шатает немного. Немного отличился. Здесь еще видишь, немножко наклончик есть, я как вижу. Гнеть. Ничто нам не помешает сегодня пожарить. Человек, который заразил меня фразу чертов король. На пиках черных король. Я всех замучил. Как король. Приставка черта, возможно, пришла уже. Как король, это моя тема. Как идет? Здесь сейчас было 80. 82. Так идет. Стабилизации не хватает, но жим, сила в жиме. Твой самый большой жим 145 с ним. 140 с тобой. Этот год, ребята, мир запомнят надолго. Продажи упали абсолютно у всех. Оно и не мудрено, но особенно ударило по Китаю. Зачем я вообще вам об этом говорю? Вы, может быть, слышали про распродажу от Алиэкспресс 11.11? За два дня россияне купили на 17 миллиардов рублей. Если вы можете представить эту цифру. Каждый час люди тратили по 350 миллионов. А все почему? Потому что продавцы делали просто огромные, огромные, огромные скидки, ребята. Сейчас близится вторая по размеру летняя распродажа. Она будет идти с 24 по 28 августа. На этой распродаже продавцы будут делать цены еще ниже. А кэшбэк от Летишопс будет еще выше. 25 процентов, ребята. Вы выглядите хорошо, ребята. Вам остается выбрать лучшие товары, активировать горячий кэшбэк Летишопс во время распродаж. Это можно сделать прямо на главной страничке. Кто не в курсе, горячий кэшбэк это новая технология от компании Летишопс, которая позволяет сделать ваш кэшбэк в два раза, а то и больше, и выше. Какая-то революция в сфере кэшбэков. Однако, господа, количество активаций ограничено. У вас есть всего пара часов на совершение покупки. За каждый кэшбэк с 17 по 31 августа вы получаете билет и можете принять участие в розыгрыше. В этом розыгрыше будет 100 мест, по 100 долларов и одно место на 1000 долларов. Ребята, надо участвовать. Больше билетов, ребята, больше шансов выиграть. Поэтому регистрируйтесь в Летишопс по ссылке в описании. Собирайте свой горячий кэшбэк и участвуйте в конкурсе. Купите один чехол и выиграйте 100 долларов. А мы на пляж, ребята, тем временем. Что добавляем, братан? Соточку? Да. Да, соточку давай. Ваши прогнозы. Что погреем, Горячка? Что погреем, Горячка? Стол на стол, было бы сейчас весело сделать. Соточка пошла легко, бро. Нормально. Показываю статистику, табличка какая-то секретная. Класс. Никому не рассказывайте. Гога. Карманный грузин у нас пожал сотку. Даня Нелета 105, Эдвард Билл 107. Эдвард Билл 107? Да. Я тоже был в шоке, братан. Красава. 124 200. Это уже, это серьезно. Это был запас. Ты вошел в топ-5. Сейчас ты в топ-5, братан. 130 on the bar. Надо будет, чтобы ты вернулся. В зиму, в феврале. Да, я буду болеть калории. Тогда протестим еще раз. Ну есть еще запас. Есть запас. Давай ставим его на следующий раз. Лучше лучше не надо. Есть. Один сместик держал, я 130 просто выпунул. Сжимание с весом. Брусья с весом иногда. То есть практически не растерял силы. Вот в чем разница между натуральным тренингом и когда ты на фарше. В этом большая разница. То есть если ты на витаминах, ты теряешь. Теряешь. А когда натуральный тренинг, он практически вишен. То есть перестать делать силовые, и все равно силовые остались. Посмотрим, как осталось протягивание. Я тебе просто покажу ориентир, братан. Давай возьмем из Толерового, да? Да. 26 раз. Витя Блуд 32, Гога 40. Вот техника, техника как? У Афони, у Афони. У Афони вообще не было техники. Это просто отвратительно было. Чище всех подтягивался Виктор Блуд. Вот Виктор Блуд это пример техники. 32 раза. Игорь топлив за технику. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, шестнадцать, семнадцать. Давай добавь немного, нормально, хоть загрязно. 24, 25, братан, давай, 28, отлично. Давай. Давай, давай, давай. 31. Давай, 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 потерпи, потерпи, потерпи. 32. Столько же сколько Витя Блуд. Еще раз. Ай, красавчик. Ротан, честно скажу, это было очень чисто. Это просто. Ты сейчас, всех тех, кто с раскачкой, ты сейчас вот так вот. 42 это самое дно. Давай по Афоне ориентироваться. Афоне не лето, 60-62. А я уже буду разминаться, начинать. Знаете почему? Потому что как только мы заканчиваем мой влог, мы снимаем для Игоря на канал. Поэтому переходите на канал Игоря, у него два канала, русский и англоязычный. Подписывайтесь, поддерживайте. Наших ребят надо поддерживать. Мы будем сжать собственный вес на максималочку. И половину собственного веса мы будем сжать на... поднимать на бицепс. И потом вис, кто провисит больше. 42. 42, давай. 43 даже. Дай ей подсраку. Давай, давай, давай. Наизь. Все. Это считается? Считается. Но дальше больше не будем. Пошло, лед. Все. Топ-5 в жиме, топ-3 в подтягиваниях и топ-5 во всей сумме движений. При этом не тренируясь с весами, делая только отжимания. Ну ладно, с утяжелениями. То есть сколько ты в зале не был? 10 месяцев. 10 месяцев без зала. И чувак залез в топ-3. Сколько ты здесь уже получается в Штатах? 7,5 месяцев. 7,5 месяцев? С 1 января. С 1 января. О, уже дофига. То есть ты просто все плюнул и приехал? Считай, что да. За два месяца собрал все и приехал. То есть сейчас на два канала. Сколько тебе на англоязычном? 700 тысяч. 700 тысяч на англоязычном? Серьезно? Да. За 8 месяцев. А там кто сидят? Русские ребята или кто? Русские по просмотрам на 20-м месте. На 20-м? Серьезно у тебя так получилось? Слабо тащит. Вот просто интересно. Это такая коммерческая. Насколько монетизация больше с англоязычного канала? X4. X4 больше, чем с русскоязычного. Ты первый и единственный, кого я знаю, кто в России делал англоязычный канал англоязычный. То есть на местной платформе уже сразу. Yes, да. Мечтал об этом 5 лет. Поэтому, как ты мечтаешь, об этом. Ссылочки, ребята, в описании. На оба канала подписывайтесь.